Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать на мой канал. Канал, где мы каждый божий день говорим о криптовалюте. Если тебе интересно все то, что происходит в мире криптовалют, не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Также у меня есть телеграм-канал, который можно найти по ссылке в описании. Сегодня поговорим об очень хороших новостях для биткоина, эфириума и в целом криптопространства. Все, о чем пойдет речь, ведет к массовому принятию биткоина, а также потенциально открывает двери для новых денег, которые текут в эту индустрию. Что для нас, как инвесторов в криптовалюту, очень хорошо. Три ETF для эфириума подтверждены за один день. Но что такое ETF? ETF – это биржевой фонд. Его может купить любой как розничный инвестор, так и финансовый институт, который торгует на бирже. Эфириум и биткоин ETF – это биржевые фонды, которые используют эфир и биткоин в качестве базового актива. Создание таких ETF привлекает к криптовалюте больше внимания, а инвесторы смогут вкладывать свои деньги в главные криптовалюты, получая подкрепленные физической криптовалютой ценные бумаги и зарабатывая на изменении курса монеты. Надеюсь, более-менее понятным языком объяснил. К слову, с одной стороны, я понимаю, что это позитивно для биткоина в том плане, что открывает путь новым деньгам, но с другой стороны, инвесторы в такие ETF фактически даже не владеют биткоином, что лично для меня не очень хороший сигнал. Я бы хотел на месте любого инвестора владеть физическим биткоином, а не синтетическим. В любом случае, все три принятых ETF были запущены вчера в Канаде. Это большие новости для эфириума. Принятие в Канаде этих ETF является большим сигналом финансовым институтам и инвесторам, что эфир никуда уже не денется, что эфир – это достойный выбор для инвестиций. Кстати, именно в Канаде всего два дня назад был запущен и биткоин ETF. Это четвертый биткоин ETF в этой стране. Удивительно, как в Америке комиссия по ценным бумагам и биржам США постоянно стопорит запросы про регистрацию биткоин ETF, а северный сосед Соединенных Штатов уже вовсю подтверждает крипто ETF. Три эфириума ETF и один биткоин ETF. Кстати говоря, это первый в мире обратный биткоин ETF, который позволяет инвесторам открывать длинные и короткие позиции по биткоину. Единственный вопрос сейчас – когда уже Соединенные Штаты перестанут тормозить сами себя? Дело в том, что в Соединенных Штатах на данный момент зарегистрировано 9 заявок на создание биткоин ETF, последней из которых была создана недавно Galaxy Digital, которой владеет Майк Новоградс. Я думаю, что появление первого биткоин ETF в США – это просто неизбежная эволюция. Почему же я так думаю? Не только из-за того, что во всех остальных странах это уже начинает происходить. Хотя это тоже влияет. Самым большим аргументом я сейчас с тобой поделюсь. Чарльз Гаспарина у себя в Твиттере опубликовал этот пост 19 апреля 2021 года. «Администрация Джо Байдена находится на ранних этапах разработки нормативного поля для процветающего криптовалютного бизнеса. Регулирование криптодеятельности и запуск первого биткоин ETF возможны в ближайшем времени». Вот и подтверждение тому, почему я уверен в том, что биткоин ETF в Соединенных Штатах будет таки запущен. Кроме этого, я хочу рассказать тебе еще одну очень интересную вещь, которая с этим связана. Дело в том, что генеральный директор крупной криптовалютной биржи FTX пожертвовал вторую по величине сумму на избирательную компанию Джо Байдена. Эта связь Байдена с крупной криптовалютной биржей намекает на то, что криптовалютное регулирование будет в его повестке дня. Поэтому я и думаю, что подтверждение биткоин ETF в США лишь вопрос времени. Институциональный спрос на ETF – еще одно доказательство. И этот институциональный спрос видно на следующем графике. Количество недвигающихся со своих адресов биткоинов в холодных кошельках и институциональных кастодиальных решениях за последние 6 месяцев выросло до 2,5 миллионов монет. Похоже, что институционалы, купившие биткоин за последние полгода, не продают. Очень бычий сигнал, ведь похоже, что они собираются сидеть в биткоине на долгосрочную перспективу. Так что для меня не будет сюрпризом, когда биткоин ETF в США будет принят. Я уже не раз говорил, что коррекции остужают перегретый рынок. Они перезагружают технические показатели, снижают градус накала и, наконец-таки, создают новое место для роста. Биткоин-аналитик Вильям Клименте пишет, Все основные индикаторы перезагружаются. Не думаю, что люди вообще осознают, какой агрессивной будет следующая волна. Фома будет максимальным. Хм, Клименте. Флэшбэк из Мафии 2. Однако, не только курсы растут. Многие знают, что эфириум достиг нового исторического пика цены. Но лишь некоторые заметили очень интересный факт. Дело в том, что сеть эфириума, созданная 6 лет назад, превратилась в крупнейшее сообщество разработчиков с открытым исходным кодом. Человеческий капитал этого сообщества 2325 разработчиков. Эта цифра выросла на 215% за 3 года. Сообщество разработчиков эфириума – это также и разработчики DeFi. Сообщество разработчиков эфириума – это также и разработчики NFT. DeFi помогает финансовым массам узнать про эфириум. NFT помогает культурным массам узнать про эфириум. Так что этот график по факту изображает массовое принятие эфира, которое из года в год только ускоряется. Опять же, приходим к той же цитате Кристаллины Георгиевой из вчерашнего видео. В прошлом году я думал, что 10 тысяч долларов за эфир – это просто шутка. Теперь 10 тысяч кажутся низкой ценой. Мои цели – 50-100 тысяч долларов. Мы никогда раньше не видели такого актива, как этот. Эфириум-блогер Фроги Фрокстер пишет у себя в Твиттере следующее. 10 тысяч долларов за эфир – это не шутка. Просто подождите, когда будет запущено обновление EIP 1559. Оно каждый день будет сжигать 20 тысяч эфиров минимум. Весь крипторынок увидит, что эфириум, будущее финансов и веб-3, вот-вот станет дефляционным активом. Я с этим тоже согласен. Об этом грядущем обновлении эфира я уже рассказывал. Дело в том, что у эфира нет ограниченного количества монет, как у биткоина, и многие ставили ему это в минус. Но это обновление сделает эфир дефляционным, ведь каждая транзакция будет сжигать некоторое количество эфиров. Логика немного отличается от биткоина, но тем не менее дефляционный момент в сети эфира вот-вот появится. Добавим к этому и Uniswap. Это удобная, не кастодиальная криптобиржа на эфириуме. Кроме нее есть еще целый ряд дапов. Все они привлекут много внимания, потому что предоставляют масштабируемость без ущерба децентрализации и безопасности. То, что это будет привлекать интерес, уже на самом деле правда. Потому что Uniswap сегодня установил новый рекорд по недельному торговому объему – 10 миллиардов долларов. Кроме этого, для эфириума есть еще одна очень хорошая новость. Теперь ты можешь стейкать его на Coinbase. Это тоже подстегнет множество пользователей Coinbase купить и держать эфириум именно там. Тоже очень бычья новость для меня по эфиру. Поэтому я все еще настроен оптимистично по отношению к будущему второй по размеру криптовалюты. Недавно я покупал Линк и Юни. По обеим монеткам сегодня есть хорошая новость. Криптовалютная торговая площадка eToro добавляет поддержку токенов Chainlink и Uniswap. Компания решила добавить эти токены, потому что отмечает растущий спрос на монеты Линк и Юни. Мы наблюдаем высокий спрос со стороны розничных инвесторов к этому классу активов. У Линк и Юни интересные сценарии использования. Они напоминают нам о том, что не все криптовалюты должны быть платежным средством. Chainlink – это важный проект, направленный на оцифровку информации, которая хранится в блокчейне. А Uniswap является важной частью инфраструктуры криптоторговли. Пояснил Доран Розенблюм, вице-президент по бизнес-решениям eToro. Очень хорошие новости для инвесторов Линк и Юни, которым я и являюсь, кстати говоря. Еще одна хорошая новость для массового распространения биткоина. Криптовалютная биржа OKEX интегрирует Lightning Network. Этот протокол масштабирует сеть биткоина, ускоряет биткоин-транзакции и делает их более дешевыми. По словам представителя биржи, это улучшит взаимодействие пользователей не только с биткоином, но и с самой биржей. Пользователи биржи смогут выбирать Lightning Network при вводе или выводе биткоинов с баланса биржи. Что позволит им отправлять и получать криптовалюту практически в режиме реального времени. Как мы видим, биткоин не стоит на месте и пытается стать не только средством сбережения. Особенно актуально это сейчас, когда средняя комиссия в сети биткоина уже превышает среднюю комиссию в сети биткоина в 2017 году. Это серьезная проблема для биткоина, да и для эфириума тоже, которые могут решать только протоколы второго уровня, такие как Lightning Network, например. Кроме этого и время ожидания транзакций в сети биткоина сегодня растягивается от получаса до нескольких часов. Запуск Lightning Network позволит решить эти проблемы, но интеграция этого протокола с одной лишь биржей это только первый шаг на этом долгом и трудном пути. Такие вот новости, что прячутся за падением рынка. Очень позитивные события происходят, которые влияют на распространение криптовалют и их массовое принятие. После всех этих новостей я все равно остаюсь позитивным по отношению к будущему криптовалют и уверен, что это и есть будущее финансового мира. На этом все, меня зовут Богатищий Ди. Если тебе интересно все, что происходит в мире криптовалют, не забудь подписаться на канал. Здесь мы каждый день освещаем все события, происходящие в мире криптовалют с утра до вечера. Также подписывайся на мой телеграм-канал, он в описании под видео. Жми колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Делись видео с друзьями, комментируй. И обязательно богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok